За километр вдоль Альметьевской дороги почти не видно горизонта. Его закрыло мутной пеленой. Дымка, туман или смог. Уже несколько дней жители города выдвигают свои гипотезы. Когда выезжал из города, на горы, когда смотришь, на селы, там большой туман, смог стоит. Даже из окна смотришь, у нас из окна видно горы, но их не видно уже. Такая картина не только в Альметьевске. Кадры со смогом во многих районах республики. Это еще ветер подул. Ветра не было, вообще ничего не было видно. Причина ли всему пожары? И если да, то где горят леса? На текущую дату на территории нашей республики действующих очагов каких-либо лесных и природных пожаров нет. Это же подтверждают и жители. Говорят, запаха дыма еще не было. Но дыма-то не чувствуется, так что нет. Пока дым до нас не дошел из Сибири еще, по-моему. Не знаю, наверное, обстановка какая-нибудь будет приятная. Говорят, жара обещать может к жаре. Я думаю, вы, наверное, с жарой-то связаны, что жара такая, воздух просто такой нагретый и все, поэтому... Была и версия, что столь мутная атмосфера – это результат движения транспорта. Якобы здесь сложились сразу два фактора – это высокое давление и плотный трафик, поэтому выхлопы не как обычно уходили сразу в небо, а оставались прямо в воздухе. Но эта версия бьется о новые данные метеорологов. В последние дни у нас сохраняется антициклональный характер погоды. Специалисты считают, виноваты лесные пожары в соседних регионах. Так, например, пожары в Мордовии могли способствовать тому, что воздушными потоками на нашей территории приносятся вот эти взвеси в атмосфере. В то же время штиль и высокое атмосферное давление не дают дыму развеяться, пока надежда на ветреную погоду. Такое же явление татарстанцы наблюдали в 2010-м. Тогда была засуха и также горели леса. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100.